В Лухской средней школе она одна на поселок. Полная заполняемость. Учится чуть меньше 300 детей. Занятия проходят в здании 1977 года постройки. С того момента в спортивном зале не было ремонта. Он уже морально устарел. Обновление требует и покрытие пола, и инвентарь. По приблизительным подсчетам требуется потратить около 2 миллионов рублей. Такие деньги неподъемные для муниципалитета. Текущий ремонт спортивного зала мы проводим ежегодно. В настоящее время нам необходимо заменить оконные блоки. Нам необходимо привести в соответствии с современными требованиями напольные покрытия и косметический ремонт стен. Необходимо также провести ремонт спортивных раздевалок и душевых комнат. Станислав Воскресенский увидел сразу. Без ремонта тут не обойтись. Обещал помочь привлечь деньги партии власти. Ежем, когда по школе. У нас много еще залов надо привести в нормальное состояние. Мы площадки спортивные строим отдельно и будем продолжать. Мы сначала начали с города Иваново, в этом году еще в нескольких муниципалитетах. Такие, знаете, совсем принципиально другие, совсем современные. Но залы спортивные надо тоже в школах делать, потому что они не только для школьников. У нас население занимается, у нас постоянная работа с родителями. Сказать, что Лугская школа забыта регионом, нельзя. Здесь недавно обновили оборудование в столовой, чтобы соответствовало требованиям Санпина. Поменяли столы и стулья. 1 миллион 200 тысяч рублей выделили из областной казны. Изменения произошли в этом году. На столовой была старого такого общепитовского типа. Сейчас же все выглядит современно, модернизировано. Кушать здесь приятно. Ну, конечно, на качество еды это не изменилось. Но, как видите, я вырос. Все, то есть еда была с самого начала, была хорошая. Вопрос ремонта спортивного зала в школе сейчас – это вопрос номер один. Без вхождения в федеральную программу сделать его не удастся. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Лугский район.